Добрый день, меня зовут Александр, я занимаюсь подбором и покупкой автомобилей из Америки в компании InvestCar. Многие из вас, вероятно, знают, что в Америке можно выгодно купить автомобиль, однако не каждый задумывается о том, как формируется стоимость доставки, от каких факторов зависит, что впоследствии может стать неприятным сюрпризом. Наши клиенты зачастую задают одни и те же вопросы. А почему так дорого и долго? Моему другу вот привезли машину за два месяца, и цена вышла 2200, почему у меня получается 3500? На эти и другие вопросы я подробно отвечу в этом видео, а также от себя добавлю, как более долгая доставка может стать более выгодной для вас. Начнем по порядку. Первый фактор – расположение. Площадки аукционов и дилерские разбросаны по всей Америке, а порты, из которых машины уходят непосредственно в Грузию, находятся в таких ключевых городах, как Нью-Йорк, Норфолк, Саванна, Майами, Хьюстон, Лос-Анджелес и Сеттл. И чем дальше машина находится от этих городов, тем выше стоимость ее транспортировки по Америке, что впоследствии повышает стоимость самой доставки. Для лучшего понимания я покажу на реальных цифрах. Не так давно мы купили Мерседес ГЛЕ в штате Колорадо, и доставить его в ближайший порт, а именно в Хьюстон, стоило 800 долларов. И другой пример. Польсваген Тигуан, который изначально находился в Майами, и доставить его в тот же Майами порт стоило всего лишь 200 долларов. Второе. Побережье. Этот фактор напрямую связан с первым, поскольку автомобили доставляются в ближайшие к ним порты. Например, если автомобиль попадает в порт восточного побережья Нью-Йорк или Майами, он быстрее достигнет точки назначения, поскольку идет через Атлантику, огибает Португалию, Италию и попадает в Грузию. Что не скажешь про автомобили, которые уходят с западного побережья, из Лос-Анджелеса или Сетла, поскольку они идут по Тихому океану, огибают Японию, Китай, Индию, Африку, и лишь затем уже доходят на назначение. Кардинально меняется логистика, что увеличивает срок доставки на полтора-два месяца, и значительно увеличивает ее стоимость. Третий фактор. Тип автомобиля. Наиболее часто наши клиенты заказывают седаны и кроссоверы. Так вот, кто не может определиться с типом кузова, следует иметь в виду то, что доставка кроссовера обходится в среднем на 300-400 долларов дороже, чем седаны. Кроссоверы занимают больше места в контейнере, и зачастую над ними просто невозможно подвесить другой автомобиль. Четвертый фактор. Место в контейнере. Приобретая дорогие автомобили по 50-100 тысяч долларов и дороже, забегая вперед, скоро придет такой автомобиль, и мы обязательно вам его покажем. Мы рекомендуем нашим клиентам брать не одно место в контейнере, два или даже целый контейнер. Это существенно позволяет снизить риски повреждения транспортных средств. Пятый, не менее важный фактор. Страхование. Существует два типа страхования. Total loss и full cover. Total loss означает, что вы страхуете автомобиль лишь на случай его полной утраты, что может произойти, например, вследствие крушения корабля, когда автомобиль тонет в море. Также он застрахован от угона. Стоимость страхования Total loss варьируется от 1 до 1,5% от стоимости автомобиля. Страхование full cover, в отличие от Total loss, защищает ваш автомобиль от любых возможных повреждений. И его стоимость варьируется от 2 до 2,5%. Выбирая автомобиль из Америки, заранее учитывайте все те факторы, про которых мы поговорили в этом видео, чтобы на момент покупки вы четко понимали, какие расходы вас ждут, и это не стало для вас неожиданностью. А теперь, как и обещал, расскажу, чем может быть полезна более долгая и дорогая доставка. А тем то, что уже сейчас можно приобретать автомобили, которые пока еще не проходные в Россию. Например, как мы купили Volkswagen Jetta 4 месяца 2022 года. Это автомобиль в рестайлинге, и он вышел нам в ту же цену, что купить уже сейчас проходной автомобиль. На выходе, к моменту, когда этот автомобиль станет проходным в Россию, вы получите свежий трехлетний автомобиль, в сравнении с тем, возраст которого уже близится к 5 годам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной. А за лучшими автомобилями обращайтесь к нам. Контактные данные вы найдете в описании к видео. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok